Здравствуйте! Это проект «Ревизор». Мы продолжаем инспектировать Сатевдинский район. В первой ревизии по муниципалитету мы обещали продолжить тему газификации. Выполняем свое обещание. Можно сказать, что Сатевдинскому району и сапогово-ляльной фабрике очень повезло. В 2013 году Вуктейский район не смог освоить средства на газификацию. И 38 миллионов рублей в декабре пришлось срочно осваивать. Единственный, у кого был готовый проект, это у фабрики и улицы Родниковой. По переулкам Родниковой мы прогуляемся чуть позже, а пока заглянем в котельную сапогово-ляльной фабрики, которая снабжает старейшее предприятие теплом, кипятком и паром. Все эти ресурсы идут исключительно на производственные нужды. 70 лет кочегарка работала на довольно дорогом Сатевдинском угле. И вот теперь, буквально в эти дни, фабрика переходит на природный газ. Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, сколько нужно было преодолеть, чтобы все-таки это чудо-машина у вас здесь появилась? Новый котел. Это прошла, можно сказать, целая эпопея. Пять лет назад жители Родникового проезда изъявили желание газифицировать. И мы с ними собрались вместе и решили, что вместе проведем работы по заказыванию проекта. Частично фабрика финансировала проектные работы, частично жители сбросились на проектные работы. И, по сути дела, изготовление проекта заняло со всеми изысканиями почти три года. Сейчас внутри котельной уже установлен новый газовый котел. Наша видеокамера фиксирует, как монтирует последнее звено газового оборудования – прибор учета. Неделя-другая, и здесь завершится первый этап газификации производства. Этого события ждут с нетерпением не только топ-менеджера, но и сами кочегары. Хотя ворота в помещениях с котлами открыты постоянно, кислорода все равно не хватает. За полчаса пребывания в прокопченной кочегарке мы на себе ощутили. Каково это – целыми сменами дышать выгоревшим воздухом. Долгожданный переход на другое топливо облегчит труд работяг и позволит прилично сэкономить. У нас в месяц уходило почти 500 тысяч денег только на уголь. Только на уголь. Сейчас, по нашим расчетам, будет уходить в месяц порядка 150 тысяч. Вот за какой период времени у вас окупится новое оборудование? И вообще, и проектные работы, и то, что вы тянули сюда, и пусконаладка. Где-то за 4 года. 4 года, и уже ощутимая будет экономия. Да, да. От того, что здесь появляется газовое оборудование, и автоматизируется все это, люди будут сокращаться? Люди не будут сокращаться. Скажите, пожалуйста, вот в данном случае по Родниковой и по Сапоговоряльной фабрике были какие-то нестыковки? Не было проблем, потому что строили наши газовики. Ну, а проектные работы делали за пределами рассудки. И сделали все хорошо? Делали все хорошо. Ну, и в связи с началом газификации предприятия у нас появляются новые уже идеи. У нас есть сушильные камеры, которые сейчас топятся на электричестве. Сейчас в ближайших планах перевезти их тоже на газ. Это тоже даст экономию порядка 300 тысяч рублей. Которую, в принципе, уже вкладываете в новое производство. Которую вкладываю уже в себестоимость. Нам уже показали ваш цех интересный, где вы металлом занимаетесь. И профнастил, пока у нас холодная цеха для профнастила, тоже перспективно его сделать теплым, чтобы можно было круглые годы его выпускать. И это все именно за счет экономии на топливе? Это за счет того, чтобы появился дешевый теплоноситель. Эффективное управление предприятием позволило не только скопить средства на газификацию, но и открыть на своей промышленной площадке дополнительные виды производства. Теперь в Ильгарте гнут свой профнастил. Самое главное, что мы именно производим здесь. Мы не делаем профнастил впрок, а мы делаем чисто по заказам. Человек приехал, говорит, вот так, мне нужно 8 метров 20 сантиметров. Вы сделаете 8 метров 20 сантиметров? Делаем ровно 8 метров 20 сантиметров. Любой размер. По сути, заниматься еще и металлом вынудил рынок. В последние годы спрос на валенки резко упал. Основной заказчик, армия, перешла на другой вид зимней одежды. Так что собоговаряльная фабрика ориентируется сейчас на гражданское население. Кроме того, и природа внесла свои коррективы. Зимы стали значительно теплее и мягче. Александр Шкодник подробно рассказал, как повлияли эти два важных аспекта на многие схожие производства в России. Можно сказать, Вильгарту очень повезло. Предприятие избежало банкротства и нашло силы и средства на модернизацию. У вас новое приобретение. Вы дали вторую жизнь этой машине. Да, да, да. Откуда вы ее привезли? С Великоусева. Когда фабрика закрывалась, мы у них купили кое-кое оборудование. Оно возглавляло на складе. И буквально вчера вот эту вот каретку, которая автоматическая, двойная, вчера установили. Вот вчера у нее был первый рабочий день. У нее первый рабочий день, и она уже сразу же в два раза производительность повысила? Сразу дает в два раза производительность. Освободившиеся сотрудников перекинули на новую линейку по пошиву валеных тапочек. Теперь в ассортименте фабрики более 40 наименований изделий. А вот теперь экономия в картинках. Представьте себе, валенки – это 100% изделия. И вот одна десятая часть, примерно вот столько, это как раз затраты на горячую воду, на отопление и на пар. Можно сказать, вот на эту часть валенки теперь будут дешевле. На этом Выльгарская сапоговаляльная останавливаться не собирается. К Новому году тут поставят еще один котел и запустят швейницах. А вот еще один показательный пример развития населенного пункта. Улица Родниковая. Первый, второй, третий, четвертый проезд. Здесь построено уже больше ста домов. И развиваться территория начала бурно тогда, когда было подписано соглашение о газификации микрорайона. Обязательным условием газификации микрорайона было финансовое участие всех домовладений. Люди полностью облатили изыскательные и проектные работы, госэкспертизу. И уже с готовыми документами пришли в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, которое и выделило средства в рамках программы развития сельских муниципалитетов. Проект по газификации здесь удался на славу. Потребовалось меньше двух лет от начала проектно-сметных работ и до подключения домов к газу. Кстати, сейчас большинство новоселов занимаются монтажом газового оборудования и подключением к сетям. Массового заселения здесь ждут летом. Тогда же начнется народная кампания по сбору средств на водопровод и канализацию. Продолжаем говорить о тепле. Мы находимся на улице Ольги Мальцевой. 78, 80, 80, 90 и 92. Здесь проживают порядка 200 семей. Жители провели общее собрание, на которых было принято важное решение. Установить на каждый дом прибор учета по теплу. Но, к сожалению, он не работает. Уже два года. Жители этого микрорайона тоже скидывались по 3000 рублей с квартиры на приобретение и монтаж приборов учета тепла еще в 2009 году. Причем некоторые эту процедуру проходили дважды. Инициатором установки счетчиков стали сельская администрация и местная управляющая компания. Они провели по домовой сход граждан, выбрали казначеев в каждом жилом здании и объявили конкурс среди подрядчиков. В течение нескольких лет жителям удавалось экономить. Однако о настоящей экономии в данной ситуации речи не ведется. Да, люди в течение года платили по счетчику. Но счета за тепло приходили даже летом. Якобы это равномерно распределяло на год финансовую нагрузку плательщиков. Более того, в декабре-январе люди получали требования по оплате гигантских корректировок, которые жестко перечеркивали все экономические старания, с лихвой покрывая потери коммунальщиков. С какого времени начали поступать счета не по счетчику, а по нормативу? По нормативу начали поступать, по-моему, с декабря. С 2014 года? Да, да, да. То есть два года, как минимум, каждый из этих строений переплачивает. Куда-то обращались? Ну, я подходила к Филипповой. В управляющую компанию. В конце марта будет собрание, все решим. У вас какой сейчас счет идет за квартиру по теплу? По нормативам. По нормативу. И сколько у вас выходит в месяц? Две четыреста. Две четыреста. У нас вот здесь в доме, в принципе, за квартиру в 54 квадратных метра платили 1600-1700. А у нас 42 квадрата, и мы две четыреста. На покупку счетчика деньги дай, на установку деньги дай, на ревизию этого счетчика дай, и сейчас на поверку опять деньги дай. Да, 25 тысяч всего-то, подумаешь, дома за ревизию этого счетчика. То есть, получается, управляющей компанией и тепловой компании удобно, чтобы мы платили по нормативу? Конечно, конечно. Дело в том, что на эту встречу мы пригласили не только жителей, но еще и управляющую компанию. Однако они наши приглашения проигнорировали, подсчитав, что более важным встретиться где-то там с какими-то начальниками, нежели объяснить ситуацию людям. Представителей управляющей компании понять можно. Держать ответ перед рассерженными людьми непросто, тем более разъяснять гражданам, почему они обязаны раскошелиться за несвоевременную поверку оборудования и очередную замену прибора учета, если это на совести управляющей компании. Воевать пробовали с коммунальщиками? Ну, Филиппо. К Филиппо постоянно обращаемся, постоянно возмущаемся, и главы района возмущались. И что? И что? Он сам удивляется, не знаю, почему у вас так было. Понятно. То есть в прокуратуре все равно управляющей, все равно тепловой выгодно, а администрация по боку? Абсолютно. Спустя какое-то время к нам приехал представитель от обслуживающей компании и попробовал разъяснить жителям, кто же на самом деле виноват в сложившейся ситуации. Если управляющая компания знала, что счетчик фактически требует поверки и перерегистрации или тем не менее каких-то таких действий, но не сделала этого, и люди переплатили приличные деньги, теперь кто у нас должен отвечать? Кто передавал управляющей компании оборудование? Кто передавал документацию? То есть как раз таки сами собственники и виноваты. Физически даже невозможно поверить любой счетчик, да, не имея каких-то документов. Естественно, конечно. Документация на установку, соответственно, находится у собственников, я еще раз повторяю. Так, значит, насколько я знаю, всем этим должна заниматься управляющая компания. Ходить и снимать. Общедомовые показатели. Так? Так. Общедомовые нужды. Так. Вы этого не делали в течение всех этих лет. А теперь, когда уже срок поверки закончился, вы все выставляете нам по нормативу. Итог этой встречи таков. Жильцы, активисты договорились создать инициативную группу и найти все-таки документы, подтверждающие установку и поверху счетчиков. А далее требовать перерасчеты. Но это уже должны они будут сделать после проведения общего собрания. Для того, чтобы выяснить, где же находятся документы на приборы учета тепловой энергии, мы решили приехать в управляющую компанию под названием Расчетный центр. Вместо руководителя нас встретил главный инженер управляющей компании, который приступил к своей должности буквально на днях. Документы на тепловые счетчики есть или их нету в природе, уже не существует. Вот, например, Ольга Мальца 90 дом, да? Угу. Счетчик люди установили самостоятельно, сами обслуживали его, сами передавали показания в тепловую компанию до тех пор, пока не прошел срок поверки. Выход для этого дома один – сбрасываться снова. А вот поскольку и кому еще неизвестно. Приблизительная сумма от 25 до 50 тысяч рублей. Но этот вопрос нужно решать всем вместе. Единственное, чего мы смогли добиться за эту телевизию – определить дату общего собрания – 15 апреля в 18.00. Уж не знаю, что произошло, но буквально через день после съемок руководитель управляющей компании нашел время для общения и даже посетил телеканал «Юрган». Мы предоставили гостю возможность озвучить свою позицию. Скажите, пожалуйста, люди к вам обращались с этими вопросами по поводу теплощетчиков и насколько полную консультацию они получали от вас? Тепловые счетчики – собственность жильцов. И все работы, которые связаны с заменой оборудования или с поверкой счетчика, являются прерогативой собственников. Мы, как управляющая компания, мы не можем проводить работы без… Без документов. Ну и без документов тем более. Граждане утверждают, что бывшему директору управляющей компании в 2013 году были переданы все материалы. Перед нашей встречей я проверил все документы. Акта о приеме и передаче документов нет на данный момент. Хорошо. Как быть людям? То есть мы должны ведь дать им ответ. Либо ребята справляйтесь со своей бедой сами, либо же управляющая компания готова встретиться и готова объяснить, что нужно сделать для того, чтобы люди снова могли экономить на счетах. Тут немножечко должно быть желание у собственников собраться, прийти в управляющую компанию, дать нам задание. А дальнейшие действия у нас уже отработаны. Вернемся к счетчику на 90-м доме. Его реанимировать можно? Вы наверняка… Конечно, конечно, реанимировать можно. И в принципе это не так дорого стоит. Значит, сейчас поверка счетчика, вот то, что мы по практике порядка 15-17 тысяч от оборудования зависит, полная замена около 50 тысяч рублей. На дом в 50 квартир по 1000 рублей на квартиру, я думаю, это не такие большие деньги, они отобьются буквально за два месяца. Ревизия по Соктовдину продолжается. 14 апреля по письмам и заявкам телезрителей мы отправимся в деревню Парчик. О поездке подробно расскажем уже в следующую пятницу на телеканале Юрген.